Рвутся на сцену, я уверен, он уже должен рваться. Да, рвется, ясно. Вот его, милая морюшка. Ребята, любите халяву определенного порядка? Прям вот сейчас на сцену уже вышел такой Степан Шмытинский. Он главред издательской конфедерации. Он любит рассказывать про новые крутые комиксы. Не самые новые, но самые крутые комиксы. И раздавать их на халяву. Это его странный такой набор пристрастий, описание Степана. Так что, пожалуйста, под ваши аплодисменты Степан Шмытинский, Дэйси Конфедерация! Всем привет. Всем привет. Амур Галяевич? Да, здравствуйте. И перед вами действительно главный редактор Дэйси Конфедерация. Степан Шмытинский, это я. Поднимите руку, кто был тут уже вчера на АВЭкспорт. Отлично, поднимите руку, тогда лучше кто не был. Хорошо. В таком случае, сейчас. А можно презентацию, пожалуйста, мне включить? Господа, господа за пультом, ребята, можно мне, пожалуйста, включить презентацию? В таком случае, моя замечательная презентация будет для вас, в основном, кого не было вчера. Итак, не знайте Конфедерация. Поднимите руку, кто не знает, что это такое вообще. Отлично, я рад, что я расскажу вам что-то новенькое. Есть комиксы. Комиксы очень разные. Кто-то читает комиксы про Человека-паука, кто-то читает комиксы про Сунис Дреда. А кто-то... Следующий кадр, пожалуйста. Издает комиксы про разную странную дичь на социальной тематике, классику, по которой делают сериалы и тому подобное. Как, например, мы. И особенно мы стараемся продвигать отечественных художников. В историю уже за прошлый год мы вошли такими книгами, как замечательная пародия на Бэтмена, которая называется Бутумен, где это просто страдающий хипсер, который жалуется всем на то, что, собственно говоря, жизнь его плоха. Или, например, Пёсе, про которого тоже вы наверняка слышали. Комикс-адаптация Медного всадника, Мушкина. Вот это вот все, чем мы знамениты за прошлый год. И в этом году... Следующий слайд, пожалуйста. Мы уже отличились большим количеством книг, которые были изданы летом к Большому фестивалю. Как, например, кто знает такого пикчера Тюрана, который отлично, я вижу ваши руки. И мы сделали его книжку «Бесконечная шутка» аж на 100 страниц, которая, в принципе, сюжетным поворотом позавидует сам Нолан. Кого бы заинтересовало почитать такое? Поднимите руку, пожалуйста. Шикарно. Вот. Ты и почитаешь. Участвуйте, участвуйте, поднимайте руки. Ну вот. Или, например, мы издали такую дичь, как «Тюремная яма». Это 750 страниц на плотной бумаге, где в черно-белом просто непонятный мужик с именем, фамилией Каннибал Факфейс. Бегает по разным планетам, убивает и громсает все вокруг. Или, например, комикс с YouTube-каналом «This is Хорошо, this is comics», который, кстати, у нас на стенде будут сегодня задавать автографы. Три часа дня на своих комиксах тоже приходите. Это все, собственно говоря, что мы делаем. Следующий слайд, пожалуйста. Или вот, например, недавно прошел Комик-кон. Кто был на Комик-коне в Москве? Есть такие люди. Отлично. Как вам? Хороший ответ. Шикарно. Вот кому-нибудь вот вы были на Комик-коне, ловите. И вы тоже ловите. Не так много книг осталось. Под него мы сделали еще восемь книг. Между прочим, автор «Тиры Кудни Магов». Может, кто-нибудь видел эту штуку в интернете. Замечательно. Там сидит... Ты уже просто так поднимаешь штуку, да? Отлично. Ладно, держи. Держи вот это. Короче. Тоже сидит на Али, авторов там и раздает автографы. Короче, такая разнообразная картина из того всего, что мы издаем. И теперь я расскажу, чем мы, собственно говоря, богаты и рады. И что нового можно издать от такого интересного оригинального издательства Комиксов. Следующий слайд, пожалуйста. Например, скоро мы сделаем книжку, которая уже на следующей неделе в виде цвета будет продаваться на нонфикшене. Которая называется «Под познания». Которая расскажет в ней что иное, как история женской сексуальности в культуре и социуме. И это следующий слайд, пожалуйста. Книга, в которой, казалось бы, показывает вам смешные картинки. Но на самом деле, следующий слайд. Там очень много познавательного текста со ссылками, отсылками на историю и тому подобное. Обязательно, если когда-нибудь ваша мама скажет, что вы тратите свою жизнь зря и читаете комиксы, и кому не нафиг нужны. Покажите ей эту книгу. Следующий слайд, пожалуйста. И она, собственно говоря, заберет свои слова обратно. И, скорее всего, следующие книги она будет вам покупать уже сама. Следующий слайд. И еще один следующий, пожалуйста. Или вот, например, буквально через две недели у Света видит другая очень крутая книга, которая называется «Дерзкие женщины, которые делали, что хотели». Которая, несмотря на... Да, в смысле, которая просто офигенно сама по себе. Следующий слайд. И рассказывает действительно историю вот в такой очень крутой графике. Французский бестселлер был напечатан несколькими тысячами экземпляров, несколькими сотнями тысяч экземпляров во Франции. Следующий слайд. Про таких людей, начиная, например, от действительно каких-то серьезных исторических личностей. Или, например, про Бетти Дэвис, которая была композитором для многих музыкантов, известных в 70-е. Заканчивая Туби Янсен и прочими известными личностями, которые, по сути, занимались эмансипацией и боролись за права, которыми мы все довольствуемся сейчас. Следующий слайд. И еще один следующий слайд. Вот такая красивая книга. Лучший подарок на любой праздник, особенно на Новый год. И еще следующий слайд. Вот, пожалуйста, Туби Янсен. Все знают Туби Янсен? Кто знает и любит ее? Отлично. Я не знаю. Держи. Но это очень странная дичь. Не связанная с Туби Янсен. Комиксы мои закончились, но у нас еще будет следующий слайд. Или вот анонс, о котором до этого никогда не говорили. Наверняка у кого-то из вас есть друг художника. Поднимите, у кого рука есть друг художника. У меня больше нет комиксов, поэтому вы просто наслаждаетесь тем, что это мы о вас рассказываем. Следующий слайд. Вот мы делаем комикс, который называется «Художник», «The Artist». Некой художницы Анны Хайфиш. Следующий слайд. Которая рассказывает про вот такого абсолютно несчастного худого человека, который... Ну, как человека. Человекообразное существо, которое страдает, ходит по всяким арт-галереям, непонятным перформансам. И не понимает, почему эти люди вообще зарабатывают деньги. Но само намалевывает странных змей. Следующий слайд. Молодой человек в зеленой шапке. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, само намалевывает абсолютно непонятные картины с отсылками на какое-то классическое искусство. И все еще теряется. А где слава? Как так дальше жить? Следующий слайд. Вот. Так это примерно выглядит. И это очень смешно. Кто-нибудь знает тут художника Тома Голда, который выходил в бум-книге? Нет? Если никто не знает, но вы любите литературу, обязательно почитайте этого парня. А этот парень, в свою очередь, сказал, что это один из немногих современных комиксов, которые заходят ему. Следующий слайд. Здесь я немножко усталым голосом разговариваю, потому что это уже второй день. Но. И теперь поговорим о новинках, которые вы можете купить прямо сейчас у нас на стенде. Конечно же, это 100% пародийные комиксы про Симпсонсовых. Кто знает Симпсонсовых? Вы уверены? Да. Но, собственно говоря, это так и есть. Это пародия на ту самую желтую семейку, которую мы все знаем в детстве. Следующий слайд. От великолепного художника Джека Тигла. Которого... Это уже шестая книга, которую мы делаем. Которая просто творит всякую жесть со своими любимыми франшизами. Например, одна из первых книг, которую мы сделали, называлась «Черепахи-бойцы». Это была книжка про черепашек-ниндзи, которые отличаются от первоначальных своих первоисточников тем, что это маньяки, которые просто убивают все вокруг, кромсают в куски топорами, молотками и, собственно говоря, одержимой жестокостью. Все еще есть на нашем стенде. Следующий слайд. И, конечно же, байк с реле 81, который известный видеоблогер Денис Оптимистер представит вам сам сегодня попозже часов в пять. Но самое главное и самое подходящее под этот фестиваль, ведь у нас фестиваль чего? Правильно, видеоигр GamePlanet. Это новинка. Следующий слайд. Глава и последняя жизнь. Еще очень давно мы не делали комикс, который был настолько бы вдохновлен видеоиграми. И вот он. И сейчас под ваши аплодисменты выйдет автор комикса Женя. Женя. Женя, выходи. Пожалуйста, пожалуйста. Да. А теперь уже при ней мы посмотрим замечательный трейлер этого комикса. Можно, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Женя. И я нарисовала комикс про девочку Клаву. Клава любит и умеет играть в игры. А жить в реальном мире не умеет. К ней в руки попадает таинственная игровая история. И начинают твориться странные дела. Комикс рассчитан на людей, знакомых с видеоиграми. Но даже если у вас нет игрового опыта, все должно быть понятно из контекста. А если вам все-таки встретились непонятные моменты, то извините. Комикс называется Клава и последняя жизнь. И около ста страниц, где он скоро появится в разных магазинах. Или он уже там. Вы можете купить его, чем очень меня поддержит. Или сделать репост этого ролика. Это тоже мне поможет. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание. Шикарно. А теперь я передаю слово Жене, которая сама расскажет про свою гениальную работу. Все, всем привет. Меня слышно, да? Вот это треви, я делаю. Я, это самая Женя. Я очень рада быть на этом фестивале и презентовать комиксы здесь. Потому что это игровой фестиваль. И комикс очень сильно завязан на игры. Которые являются очень важной и неотъемлемой частью моей жизни. Как и главной героини. Я вам немножко расскажу про комикс. Я его рисовала два года. Очень горжусь, что это закончила. И в итоге комикс весит 204 грамма. В нем 108 страниц и почти тысяча кадров. И несмотря на то, что столько кадров много, я не смогла выбрать странички без спойлеров. Но я выкратилась. И поэтому сейчас вам немножко покажу и расскажу. Забавный факт про комикс. Для него я использовала реальные локации, которые брала из родного города. И как только я рисовала какое-нибудь заведение в комиксе, оно тут же исчезало в реальной жизни. И, например, вот это антикафе, хорошее место. Я в него часто ходила с друзьями. А главная героиня Клава там работает. И как только я его нарисовала, оно закрылось. Оно переехало, и с таким интерьером его больше не найти. Так, следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы видите следующую страничку. Уже есть немножко спойлеров. И на нижней части плохо видно, но там есть пекарня Беккер. И она все еще существует. Но мне кажется, что с ней что-то случится в будущем. Я слежу за ней. Так, следующий кадр, пожалуйста. Это страница про то, что Клава играет с так названными друзьями в настольные игры. Я очень люблю настолки, но ни в одной из них нельзя отправлять отряды кроликов-самцов во вражеские игры в чатнике. Поэтому я придумала настолку и повестила ее в комик. И надеюсь, что она когда-нибудь появится в реальной жизни. И еще насчет игр. Я делала комикс не одна с человеком по имени Игорь. Он является игровым разработчиком. И мы когда начали делать Клаву, запланировали выпустить видеоигру по ней. Ее пока еще нету. Я не знаю, когда она будет, но все анонсы в моей группе и в моем инстаграме. Так что заходите, подписывайтесь. Так, следующий, пожалуйста. Мне приходит очень много хороших отзывов про Клаву, хотя она выпустилась недавно. Настолько хороших, что я начинаю верить в успех, что он меня где-то ждет. И еще мне приходят ценные замечания. Сейчас будет пикантная подробность, я извиняюсь. Но мне сказали, что у кота неправильно нарисован анус. Анатомически неправильно. На этой странице вы можете это наблюдать. И я тогда подумала, что именно такой фидбэк мне нужен, именно такие отзывы. Поэтому, если вы прочитаете комикс, у вас будет что сказать. Не держите в это в себе плохое, хорошее. Пишите мне. Я исправлюсь, и кота этого я тоже исправлю. Так, следующая статья, пожалуйста. Так, это очень крутая страница. Это кульминация комикса. К нему ведется все повествование. Я ее перерисовывала очень много раз. Она очень красивая, поверьте. Я просто сейчас не могу вам показать. Ну, поверьте мне. Следующий слайд. Так, ну, это обложка. Я вам еще раз напоминаю, как она выглядит. Такая же обложка на комиксах, которые я представляю на аллее авторов. Есть еще альтернативная лимитка. Их осталось 12 штук, если что. Ого! Ничего себе как! Поглядите ко мне. Можете полистать комикс или просто поболтать. Я буду очень рада. Все, спасибо вам. Спасибо, Женя. Браво! Так что, да, это была наша презентация альтернативных независимых комиксов. Приходите, мы вас ждем на аллее авторов. Там будет Женя, там будет Настя, там будет Виталий и много других художников. А сейчас Женя подарит этот комикс самому заинтересованному в этом лицу. Кто любит настольные игры? Смей любит настольные. Ну вот, я подарю. Ура! Спасибо, ребят! Все, всем пока, спасибо!